Всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров ESP8266. И мы продолжаем тему поддержки программного I2C в контроллеры ESP8266. Итак, сегодня мы еще закрепим знания по данной теме, продолжив работу с символьным дисплеем разрешением 4 строки по 20 символов, подключенному по шине нашей I2C к нашему контроллеру. И целью данного занятия будет переопределение шины I2C на другие ножки, ну или контакты. А возможно это благодаря как раз тому, что I2C в контроллере ESP8266 программный, поэтому не важно какие ножки дергать. Но так как мы работаем с библиотекой SDK, да еще тем более у которой код для нас закрыт, то это становится для нас немного посложнее. Но тем не менее мы попробуем с данной задачей с вами справиться. Возникла задача такая из-за того, что одна из ножек I2C является также ножкой SPI, а нам вполне может понадобиться одновременное использование данных шин. А другая ножка совпадает с ножкой управления свечением синего светодиода. Поэтому сегодня мы попытаемся переопределить ножки I2C на такие контакты, которые используются мало где, а также мы напишем код так, что в дальнейшем мы могли назначить ножки SDA и SCL на любые ножки GPIO. Схему нашу мы соберем почти такую же как и в уроке X, только провода с контактов SDA и SCL переходника мы подключим соответственно к ножкам отладочной платы D1 и D2, которые в плате подключены к ножкам контроллера GPIO-5 и GPIO-4 соответственно. Ну подключим мы питание точно также с помощью DC-DC преобразователя, 5 вольт в котором заранее было выставлено, ну там 4.9 это разница нету особой. Вот и также к компьютеру подключим нашу отладочную плату через USB. И сейчас прошит как раз тут проект у нас 10 урока, в котором ножки не были никуда переопределены и как мы видим вот в данный момент у нас циферки должны тут вот бежать соответственно не побегут потому что мы не туда контакты с вами подключили проводов и видим что светодиод у нас еще мигает параллельно так сказать с бегущей нашей циферкой. Это не есть хорошо светодиод может понадобиться еще и для других вещей, поэтому убираем все это подальше, чтобы ничего у нас не перемкнуло. Увеличим наш дисплей. Я думаю будет вин. Убираем его теперь уголочек и перейдем к проекту, который соответственно был сделан из урока 10, где не были переопределены никакие контакты. Вот из такого урока. Так что смотрим данный урок. Вот у нас все тут бежало с вами. Ну и плюс еще в данном уроке мы попробуем с вами преобразовать наш make файл. Недаром мы вот на уроке 34 по языку C с вами проходили автоматические переменные, также применяли обычные переменные и проходили функции. Вот это нам сегодня пригодится. Все это будет сделано с целью такой, чтобы мы могли спокойно модули какие-нибудь добавлять и удалять из нашего проекта, не переписывая каждый раз make файл, наш файл сценария. Ну перейдем к проекту. Проект был сделан, как я и сказал, из вот этого вот, из проекта урока 10. Ну и прибавился к нему вот такой вот postfix. Remap или Remap. Ну на каком наречии говорить, не будем судить сейчас. То есть у нас вот make файл с вами он вот такой вот. Тут каждый у нас вот этот вот прописан lcdc, потом вот itc userc. Это так не совсем хорошо. Но будет там конечно кое-какое требование, что именно к каждому файлу должна быть пара. Если lcdc есть, значит должен быть lcdh. Также если minec есть, то должен быть и main тоже у нас h заголовочный. У нас его нет, а он должен быть. Хорошо. Ну раз уж мы собрались писать какую-то свою библиотеку, то мы вот это вот с вами удаляем. Это раз. И сразу давайте main h что ли создадим, раз он так нам необходим. Идем в inc new header file main h. Соответственно вот с таким вот содержимым. Ну всё я взял оттуда. С main c и плюс ещё добавился вот такой вот itc user.h. Потом в main c мы удаляем вот это всё. Но не всё я удалил, чтобы лишний раз тут не мучиться, не писать in code. Вот и main h мы теперь подключили. Пробуем собрать. У нас всё соберётся. Это вот всё это исчезнет. Теперь идём мы в itc user.c, где у нас там по itc всё было. Но там было мало чего. Теперь будет много чего. Во-первых, подключим вот такие пару стандартных библиотек и добавим функции. Пока что пустотелую. Инициализации. Ножек GPIO для порта i2c нашего программного. И теперь у нас будет, ну я как бы функции имена почти те же самые использовал как и в стандартной, ну не в стандартной, как SDK библиотеки. Только mass вместо mass-ter убрал. Ну чтобы не был конфликт имён. Поэтому вот здесь вот в вызове мы тоже всё уберём. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, чтобы сюда достучаться из другого модуля, мы должны в одноимённом файле itc user.h с вами также прототип данной функции прописать. Ну и удалим отсюда сразу, пользуясь случаем, пока мы сюда попали. Вот это вот master age. Потом ещё мы в данном файле с вами свои макросы добавим определение наших ножек. Ну я сразу вот 5.4 прописал. То есть если какие-то ножки другие нужны, вместо 5.4 ставим и тут и тут другие циферки, работаем с другими ножками. Вот так будет наша библиотека с вами работать. Вернёмся в itc user.c и добавим два прототипа. Мы помним, зачем они нужны. Они нужны для обеспечения работы функционал прерываний, с функционалом прерываний, вернее. Парочка переменных ещё добавим для временного сохранения уровней sda и scl. Ну макросы тут я ещё скажу, что удобные для назначения комбинаций ножек. sda и scl. Так, конечно для того, чтобы вам читать данный урок, я использую сценарий. И давайте я сразу вот тут поправлю, а то что-то как-то не совсем хорошо, поэтому я там заплёлся. Вот sca такой нету. Есть sda и scl. Сохранём, а то потом забуду. Добавили. Ну, дальше добавим функцию, удобную для управления уровнями на ножках. Ну, у нас есть и макрос, но постоянно макросами пользоваться, это несерьёзно. Вот сюда вот добавим, set dc и здесь вот уровни на sdl. Нолик, например, если низкий, а если на scl высокий один там, ну и будет там 0, 1, 0, 0. Ну, очень удобно. Дальше теперь функцию наоборот, узнающую уровень на ножках соответственно. Вот, get dc и возвращает sda out. Вот такая вот функция. Затем ненадолго вернёмся в заголовочный файл и вот такой ещё макрос напишем задержки. Ну, он в принципе эквивалентен delay us, но мало ли вдруг будет недоступно, поэтому добавим. Дальше вернулись в файл реализации и добавляем следующую функцию, которая обеспечит условия start. Я не буду вдаваться вот в это вот всё, это мы всё давно знаем с вами, i2c мы вертим уже, ну можно сказать, всю жизнь. То есть здесь вот такие вот задержки по 4, по 5, вернее микросекунд вы можете в качестве домашних заданий подключить анализатор и вот поиграть с такими, с этими задержками. Ну, может не поиграть, хотя бы померить то, что сколько получится частота. Ну, скорее всего она 40 получит, мы как-то с вами там измеряли, потому что я особо брал то с примера sdk код вот этот весь практически. Я его почти что не менял, ну кое-где. Поэтому тут моего авторского-то мало. Ну, библиотека она такая, она свободно распространяемая, использовать можно. Единственное, только вот я тут mass-tier стёр, чтобы туда не лезло, так как у нас ведь ещё и статическое подключено. А Eclipse он любит, даже если не подключить ему заколовочный файл, он его сам подключит. Пошумит, что там функция недоступна, но только предупреждение вынесет. Хорошо, теперь условие stop, обеспечивающие функции подобные. Потом. Функция, которая обеспечит подтверждение. AgKnowledgement. Не знаю зачем. Уровень здесь нужен, но он тут есть. Поэтому там будет ещё одна пользующаяся данной функцией. Теперь очередная функция, которая узнает, передал ли подтверждение slave. Тут тоже самое задержки. Видите, везде одинаково используем, чтобы у нас, ну, равномерно шло тактирование. Вот. Мы же с вами то ноль, то единичку, то ноль, то единичку и тем самым обеспечивается тактирование. Ну, конечно, тут одновременность особо не будет, потому что вот здесь вот ещё функции используют. Всё-таки аппаратный есть аппаратный, но нет аппаратного, будем пользоваться таким. Вот. Теперь вот функция отправки подтверждения. Ноль мы туда отправляем. Ну, видимо, бывает инвертируемый, инвертированный какой-то у нас с вами i2c. Ну, либо если сюда единичку, то, скорее всего, мы nak обеспечим. Ну, нам такой не нужен. Мы с вами приёмом не занимаемся. Как правило, это для приёма нужно. Мы с вами только передаём. Поэтому такая она пока ещё не совсем универсальная у нас получится. библиотека-то наша. Она будет практически только на передачу работать. Ну, в принципе, тут вот ни для кого не секрет. В sdk всё это есть. Скорее всего, там есть и приём. Сейчас. Давайте зайдём в non-auth. Я уже с rtauth во всю работаю. Наверное, driverlib у нас driver и i2c masterc. Вот. Вон весь пример. Практически тут вот всё это есть. MasterJ. Так. Старт. Потому что мы сейчас добавим с вами запись байта, то есть передача. Ну, вот есть и чтение. То есть и тут, скорее всего, мы, может быть, с вами nak и используем, возможно. Потому что когда последний, мы не ждём подтверждения. Ну, тут, скорее всего, просто пропускается. До восьми исключительно. Вот, если равен с семи, то ждём три секунды. Вот. Как-то так. Ещё. Тут по-своему сделали они. Ну, в принципе, имеет право существования и такой код вполне себе. Вот. Добавили мы, да, отправляющий ag функцию. Ну и теперь нужно ещё функция проверки подтверждения, который узнает, переделал ли нам acknowledgement наш слейв и вернёт true или false. Ну, мы её и пользуемся с вами. Потом функция отправки байта. Мы сейчас только что с вами смотрели функцию чтения. А вот есть ещё отправки. То есть здесь всё идёт по циклу. Тоже только наоборот. Вот. От семи до нуля. Убавляется. Если ноль, то вот ждём три секунды. Она похожа на чтение. Только там, соответственно, не setdc будет в чтении, а getdc, скорее всего. Ну, нам чтение не нужно. Вот. Теперь добавим функцию, которую произведём, серию импульсов scl. Функция инициализации. Вот. Двадцать восемь импульсов. Вот. Эта инициализация, мы её с вами вот тут вот вызовем. Которая у нас ещё пустотелая функция. Но прежде чем с пустотелой заниматься, надо не забыть. Вот здесь вот. Эта наша функция ещё осталась с десятого урока. Вот. Тут вот изменить имена. Чтобы она работала именно с нашими ножками. Видите, мы убрали i2c. Вот я сейчас не буду удалять. Подключение i2c мастер. Тем не менее, вот она её сейчас найдёт. Видите? Ну, Eclipse он такой. Даже, по-моему, предупреждение не выдаст никакой. Если мы попытаемся собрать, ну, здесь, да, выдаст всё-таки и уже не найдёт. Скорее всего, это пока всё равно найдёт. Но, предупреждение выдаст. Ну, это хорошо, что она находит, потому что порой не знаешь, где находятся функции и какую именно библиотеку подключить. И здесь open declaration открыли и, соответственно, узнали, что это i2c master.a. Ну, EACH. Удобно. Ну, стираем тем не менее мы этот мастер. Вот, сейчас у нас всё тут собирается прекрасно. И теперь продолжим вот тут вот, с этой вот GPIO init, которая отдельного внимания, так сказать, заслуживает. Первым делом прерывания GPIO отключаем. Ну, запрещаем. Правильно, если говорить. Давайте тут вот чуть-чуть подготовим местечко. Потом мы инициализируем ножки GPIO. Ну, в основном здесь уже свои используются ножки, потому что на самом деле вот такой вот нету функ. Вот. Это fung GPIO 5. Вот. Инициализировали ножки. Затем выставляем высокий уровень на LDA. Можно с помощью макроса, можно наш функцию вызвать. Ну, макрос как макрос. Это не особо-то важно. Затем разрешаем прерывание и, соответственно, вызываем функцию инициализации, которая выше, которая там 28 сделает, так сказать, таких вот на ножке SCL импульсов. Где-то, наверное, в требованиях к i2c это всё есть. Не зря всё-таки создатели эспрессив добавили всё это. Вот. Теперь, если мы с вами сейчас вот всё это соберём и прошьём контроллер, то у нас, скорее всего, уже всё с вами заработает. Вот. В принципе, ну, благодаря, что есть готова библиотека, не тяжело было нам, так сказать, добиться того, чтобы ножки наши переопределились. Но давайте, пользуясь этим, что нам было так не тяжело, хоть немножко напряжёмся и наш makefile немножко перепишем. Первым делом. Ну, я сказал, да, вначале, зачем мы это делаем? Для пущей универсальности. Используем знания, полученные в тридцать четвёртом уроке. Не устану напоминать, так что смотрите уроки по C, если вы немножко подхрамываете в данном поприще. Подключим каталог с исходниками. Ну, вернее, объявим только переменную. Подключать мы будем с вами её вот здесь. Вернее, его. Этот dir. Вот. Здесь мы уже покажем в следующих переменных пути к исходным файлам, файлам с исходным текстом и также к объектным файлам. Потом универсальная функция сборки модуля того или иного. Вот такая вот использует автоматические переменные. Что они значат вот эти, я всё объяснил в тридцать четвёртом уроке. Поэтому теперь, используя данные переменные, мы эту цель с вами переписываем. Оставляем только её имя цели, а остальное всё вот с автоматическими переменными. Ну, это не автоматические, но наши вот эти переменные используем. Обычные. И также используем и автоматические. Всё. Теперь всё это будет собираться. То есть, не важно какой там объектный файл. То есть, они уже сформируются, наши объектные файлы. Сформируются они. Сейчас вот эти вот всё поудаляем. Цели наших тут многочисленных объектных файлов. И добавим одну. И вот там они сформируются. Потому что автоматика сработает и благодаря шаблонам пойдёт всё по кругу. И теперь мы с вами не в CRC будем. Вот тут вот накидывать эти разные main.o и все прочие вещи. Ну, объектные файлы раскидывать что сюда, что сюда. Всё-таки в build будем всё собирать. Вот. Давайте-ка сначала clean выполним, чтобы лишнее удалить отсюда. Во-вторых, у нас в build ещё rudiment сидит вот этот вот файл assembler. Удалим его тоже. Вот. Чтобы build у нас очистился. Всё. Здесь мы практически всё сделали. Единственное, если мы очищать теперь будем, то у нас, хотя у нас сейчас всё соберётся, но очищаться не будет. Так как мы видеть тут используем совсем другое. Здесь нужно не так. Здесь build. И вот здесь вот уже шаблон. Ну, шаблоны, когда используются имена, вернее, когда код сценария, то они процентики, а когда команды, то, соответственно, как положено в командах. В скриптах, в командах, в батах, в cmd, в acch здесь идёт уже звёздочка. Соответственно, раз звёздочка, он все объектники найдёт, то есть наш makefile, вот это нам уже поэтому будет вот ничего не нужно. Вот. Ну и плюс вот CRC мы поменяли на build. Поэтому сейчас, если мы соберём с вами, то всё соберётся. У нас теперь всё вот в этот build вывалится. Всё это дело. А если мы решим очистить проект наш, то build очистится. То есть давайте ещё раз попробуем собрать и теперь попробуем ещё раз прошить. Всё у нас отлично прошивается. И, соответственно, наш проект работает. Итак, на данном уроке мы с вами научились переопределять ножки GPIO шины I2C, а также сконструировали универсальный файл сценарий makefile, который в будущем позволит нам без его изменений добавлять и удалять модули наших проектов. На этом разрешить с вами попрощаться до следующего урока, который выйдет очень скоро. Сколь скоро вы узнаете изведомление, которое вам придёт, если вы его подключите, подписавшись на канал. Также смотрите и сайт. Есть всё это в описании. Также большое спасибо тем, кто откликнулся на моё выкладывание авторского калькулятора, написанного на языке Java под Android и потестил. Огромное спасибо за отзывы, за оценки. Ждите следующих уроков, пишите комментарии, жмите кнопочку «Мне нравится». Всем пока, всем доброго здоровья. Редактор субтитров А.Сёмкин很好